Ну что, вот смотрите, вот мы приклеили еще на эти полозья салфетки, с одной стороны, с другой стороны, смотрите, здесь я еще не шкурила до конца, то есть я еще, почему, потому что, естественно, я воском здесь не проходилась еще, и вообще хотела вам сказать, что воском я специально вам показывала, почему именно вот на седле, потому что мне нужно было посмотреть, как это будет выглядеть вообще, ну и так как это как бы законченное седло, в плане, то есть дальше, если не будет ни краска, ничего работать, мне вот хотелось посмотреть, как это будет выглядеть, будет ли это выглядеть достаточно. Когда я приклеила салфетку на полозья, то у меня возникло желание сейчас прям еще, еще, еще больше вот ее выдрать, эту салфетку, еще больше состарить, чтобы совсем, совсем такая с историей, у нас такой с историей конь получился, с историей работа получилась. Но я себя остановила, потому что сейчас мне одна идея пришла, а она может у меня трансформироваться, как обычно, когда я начну делать. Поэтому что сейчас мы будем делать? Мы сейчас с вами будем тонировать древесину, я хочу потонировать древесину, дать уже цвет коню, и вот когда я этот цвет дам, только тогда я буду принимать решение, дальше драть мне салфетку или нет, или все-таки мне ее лаком покрывать, дорабатывать и оставлять вот таким образом. Поэтому вот такой промежуточный этап, и сейчас ухожу от момента, где приклеены у меня салфетки, и сейчас буду заниматься именно тонировкой древесины. Хочу сразу вам сказать, что видите, внутри я тоже приклеила, потому что когда, если просто конь стоит, и у вас внутри не приклеено, на мой взгляд смотрелось негармонично. Вот, поэтому вот пока вот на этом этапе вот так. Ну все, сейчас навожу краску, хотела сразу сказать, как вообще, что мы будем тонировать. Когда многие люди, которые приходят ко мне на мастер-классы, говорят о том, что не умеют работать с цветом, не знают, какой цвет брать, и так далее, и тому подобное. Как обычно я говорю, вы берете, смотрите на вашу салфетку, вот, и наводите примерно вот такие же цвета, как у вас есть на салфетке. Я хочу, мне нравится вообще сама древесина, поэтому у меня будет, я добавлю сюда красного цвета, я добавлю желтенького, добавлю немножко синенького, может быть, нос, и коричневый будет. То есть вот эти, вот просто ничего, ничего такого не придумываю, ничего не, не изобретаю никаких колес и велосипедов, просто отталкиваюсь от того, что у меня уже здесь есть на салфетке, потому что, ну, это очень важно, чтобы это было в гармонии. Вот, сейчас наведу краску и продолжим с вами. Так как у меня обычные цвета, я сильно много не намешивала, просто выдавила краску. Видите, выдавила краски много, так как нам ее понадобится много. Я беру кисточку, сначала надо проверить вообще, как краска у меня ляжет, я прям вот взяла, и потом взяла тряпочку и протерла. Я это делаю всегда внахлёст, то есть и протерла. Одна краска накладывается на другую. Это не всегда я делаю в такой технике, но здесь я решила сделать вот так, потому что мне так хочется. То есть, видите, нанесла краску, тут же вытерла, нанесла, вытерла. И смотрю, как у меня ложится. Вот. Мне уже нравится вот здесь. Так. Так. И вот в таком же духе я продолжаю. В данном случае тонировка такая, потому что у меня есть определенная задумка, и в соответствии с этой задумкой я и делаю. Смотрите, если вы понимаете, что, допустим, вам, ну вот вы намазали, и вам тут много цвета, много всего, вы берете просто тряпочку мочите и вытираете. Вот смотрите, вот, ой, ух ты, у меня она, сейчас буду клеить. Ладно, вот смотрите, вот сейчас я прохожусь мокрой тряпочкой. Вот по сути дела я вот здесь больше ничего не наношу, это просто у меня красит тряпочка. Потому что она у меня уже, сейчас вот это покрашу и буду клеить. А кисточкой сейчас, вот мне хочется здесь больше желтого добавить. Сейчас я вот тут намазюкаю, подождите. Не пугайтесь вот этого, потому что мне нужно сделать коня, ну такого достаточно, ну покоцанного что ли, не знаю. Вот, когда, поэтому у меня не стоит задача как-то сделать прям, чтобы это было вот орнамент или еще что-то. Мне хочется вот именно так. Потом я еще попатинирую, но сейчас пока вот так мне идет. Вот смотрите, видите, вот, то есть уже сочетание есть. Сейчас еще краска подсохнет, сейчас я ее посушу и посмотрю, как это будет дальше выглядеть. Вот мы затонировали коня нашего. Вот хвост у него затонирован, вот у него затонировано с этой стороны. Голова у него затонирована. То есть вот у нас, вот таким образом это все выглядит уже. Пока вот в таком виде. Вот, то есть, видите, да, то есть сразу вот я затонировала. Выделяется, что это сильно красный цвет, но он и не будет красным, потому что, знаете, у нас вот это будет выглядеть вот таким образом, как вот у нас седло. И вот я сразу понимаю, что, видите, моя идея была составить его получше, побольше, действительно верна. Потому что вот сейчас я прям буду сдирать вот эту салфетку. То есть я прям буду такие хорошие потертости делать здесь. Ну, обычной шкуркой, как я вот показывала вам вот здесь, только просто это будет увеличено в количестве. Почему? Потому что у нас вот мы встретились с такой проблемой. Вот, видите, вот у меня, хоть я клеила его, часто просто попробовали еще клеем приклеить, видно, вот. Там не хватает у меня за что цепляться клею. И поэтому получается, что будет ситуация, что в любой момент конец может сломаться. Чтобы это не было ситуации, мы сейчас думаем, как это обыграть. Есть две идеи, сейчас я подберу материалы к этой идее, и тогда уже посмотрю, как это будет лучше выглядеть. Вот. И поэтому, чтобы вот то, что будет вот здесь у нас закреплено, что нам нужно это поддержать именно такой хорошей состаренностью. Поэтому сейчас вот здесь я буду много-много прям сдирать этой салфетки. И здесь, и здесь, и везде. А почему не могу здесь внутрь что-то вбить? Потому что древесина очень старая, и я боюсь, что она совсем у меня растрескается. Вот, потому что вспоминайте, когда у нас же что здесь было? То есть, когда мы брали этого коня, то у нас здесь такая накладка была. Потом это уже, когда я ее сняла, увидела, что здесь оказывается красивая древесина. Поэтому сейчас вот подберу материалы и продолжим дальше.